Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все вот люди были очень добрые, все маляры и плотники были очень-очень дружный коллектив, и начальство у нас не было никаких, кажется, ссор вот так. Первый дом мы начали строить, значит, как я уже сказала, 30 мая 1966 года, это сейчас новый номер Никита 18, а у нас он считается под номер Д, дом номер Д. Все, барабина, и все, вот так. Ну что, пришли, конечно, на этот дом, все, кругом тоже же пустыри были, но были кое-какие кирпичные, давановые, но было все, пустыри такие, понимаете, что никого, ничего не было. Ну, конечно, первый дом, конечно, как-то строить так было, того не хватало, другого не хватало. И помню, что на этом доме еще там у нас украли краску, я помню, что, да-да, приехал секретарь парткома Зива, помню, был тут, конечно, такой кипец был, короче, как еще, да. Ну, вот так, ну, все-таки как-то выходили из всякой из этих передряг строителей, ну, и закончили, заканчивали все вовремя, потому что у нас были сроки, 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 сроки. У нас примерно за пятиэтажка у нас где-то уходила около месяца, все, на каждую пятиэтажку больше не, все, даже на отделку, вот я, нет, монтажник, а на наш на отделку где-то недели две-три, все, уже. И мы, бывает, не все бригады бывали на этом, у нас раскиданы бригады, например, на доме бывало две-три бригады, все, еще на других домах были так же, а бывают и по две бригады. Уже в отделке шло, бывает, два-три дома у нас в отделке шло. Ну, и монтажники также, тоже монтажнику было две бригады, Григорьев Александрович, потом Вологуев Григорий Степанович, они тоже, как тебе сказать, тоже вели два участка, это разные. Одна бригада, одна серия была 335-я, а другая 464-я, а потом уже стала 93-я. Вот эта пятиэтажка 464-я села, ну и 335-я тоже была серия так же. Так, ну что я хочу представить наших дорогих девочек. Катьяна Нина Никаноровна, сначала работала маляром, потом она... 42-го года была бригадир маляров. Юная бригада всегда была в передовых, девочки ее очень уважали, потому что она действительно была и требовательна, и уважительна, и прямая такая строгая, ну и всегда понимала девочек. Поэтому они никогда на нее ни на что не обижались. Валентина Дмитриевна и Маналина. Наша жена работала сначала маляру, потом работала и на складе, работала так и рабочей. Ну все профессионные. Без нее мы никак не могли обходиться, понимать, ни склад, ни где-то что-то там получить, нигде что-то где-то подмазать бывает. Уже когда дом сдался, что-то было, все, пожалуйста, Сергей, ты не доделаешь, ты, пожалуйста, наделай. Ну и хочу сказать про себя. Я пришла так в 65-м году, 10-го июля, значит, работала 7 лет маляром. Ну в 73-м году я закончила техникум. Сначала закончила вечернюю школу 3 года. В 65-м я сразу вступила в школу вечернюю, на Шубино во вторую ходила. 9-й, 10-й, 11-й. Тяжело, конечно, учиться вечером работать, тем более нас, бригадир, говорили, ты учишься для себя, поэтому не копишь, ноябрь, декабрь, ты должна работать вечера, а не учиться. Уже на работу, в школу не ходили. Там это не как сейчас. Ну а потом, значит, 2 года нигде не училась, тяжело было. А потом все-таки думаю, надо закончить техникум. Поступила в коммунальные строительные. Ну и закончила 3 года и в 73-м защитила диплом, стала работать мастером. Ну вот я работала, значит, в 2007 году доска, уже не доска, ремонтно-строительная фирма, там только люди были все те же, только менялись вывески нашей фирмы. Вот все закончилось, все распалось. И вот потом, конечно, уже мало, осталось 2 бригады маляров и 1 бригада плотников. Уже это было с 2000 года, так было. А ДСК распалось уже где-то в 92-м, в 3-м году. Все. Потом стала ремонтно-строительная фирма. И людей уже половину всех сократили, потому что стало у нас, значит, работать это как и без... Мы уже панельные выпускали сами уже, да, да. А на Кузнечитах совсем другие стали, они сами людей набирать и отделывать. И поэтому уже не так стало... Мы востребованы были. Ну, мне хочется показать наших дорогих бригадиров-маляров. Степанова Александра Ивановна, Качанова Нина Никоноровна, Валентина Леонидовна Королёва, Касаткина Афанасьевна, Иоцевича Любовна Валентиновна, которые возглавляли наши бригады. Вот, пожалуйста, бригада Степанова Александра Ивановны. Ну, здесь, как и без... Соловьёва, но пока не... Раньше была бригада Ивановна Степановна, вот она тоже была, работала 65-го года, но её нет в живых уже, но вот её наберегала, как тебе сказать, маляров, в которой я тоже была, она 7 лет отработала маляром. Так, значит, ещё тут что у нас? Ну, пока тут... Вот наши комсомольцы ДСК тоже был 67-й год, наверное. Наши тут... Мы маляры и наше руководство тут, наши комсольские вожаки... Не наше руководство, там, в сомольские вожаки были. Да. А тут, наверное, конечно, мы культурно отдыхали. Все наши, значит, демонстрации. Мы вообще все фотографировались всегда и культурно отдыхали. Все на демонстрации каждый раз ходили. Потому что как-то всем коллективам всегда их день проходил хорошо и чувствовался праздник, что действительно душа. Ну, конечно, было тяжело. Первые дома были даже без подъёмников, носили всё на руках. До пятого этажа это растворы. Ну, благо ещё сначала был изверстковый раствор, он полегче из цементного. Ну, и был изверстковый, конечно. На девятый этаж. Ну, и здесь тоже самое-то интересно, что сейчас очень хороший материал в настоящее время. Но мы когда начали работать, у нас всё мы сами изготовляли. Было такой вагончик, в котором делали шпаклёвку. Конечно, эти краскотёрки все были такие старые. И поэтому материал, качество-то было не очень такое. Но больше ещё делали всё ездистью. Гасили ездистью, больше ездистью шпаклевали потолки, стены. Которые действительно, там, хришь попадёт езди в глаз. Так это то, конечно, не очень обрадуешься всему этому. Ну, и самое интересное, что наши ребята, плотники, тоже был очень тяжёлый труд. Они, понимаете, вот сейчас бы нас, если прорабов бы посадили в тюрьму, мне кажется, то они сидят до четвёртого этажа, из-за пятиэтажный дом, в каждом окне, и вот эти доски поднимают, понимаете? Вот, они сидят ноги спущены, представляете, на четвёртом этаже он сидит в окне, и доски поднимают. Ну, на пятом уже там другой принимают просто, и всё. Вот такое было. Слушай, не было лебёдок, ничего не было. Но потом, слава Богу, стали подъёмники, когда девятиэтажный дом остались, уже стали подъёмники, и всё, и лебёдки стали ставить. Поэтому, конечно, и труд такой адский был. Но все почему-то, или мы молодые были, все были задорные, чтобы мы не уставали всё. Ну, и чтобы сдавать было дома, мы все работали в основном, особенно ноябрь, декабрь, вечера и ночами работали. Вот, чтобы я однажды, чтобы надо было проситься на день 31 декабря, значит, бригадир сказал, вот вдвоём заделайте отверстий, подъезд, 15 квартир. А там, знаете, сколько отверстий было? В санузлах, ванной, везде. Вот тогда только отпустим. Всё. Ну, и мы сами старались, конечно, чтобы... Как себе сказать, что люди получали квартиры, потому что действительно много было деревянных домов, люди очень... Хотя вот сейчас, конечно, ещё мне что не нравится, люди вот настроили хрущёвок. Вот некоторые говорят. Но, конечно, сейчас совсем не на строительство. Конечно. Но тогда-то ведь мы строили, это нам же проект такой был. Это же не мы выдумывали, как вот пятиэтажку построить, или какие-то, например, квартиры сделать. Это же был проект. Мы же не могли от проекта уже отойти. Как проект, так и делали. Конечно, сейчас уже не сравнить. Но я думаю, действительно, надо благодарность строителям, которые вот начинали строить Архангельск весь Варабино, что вот в таких условиях работали, и всё-таки построили столько домов. Ну, бригада была кровельщиков Батова. Ну, и вот работал Еманалин Роман на Кругле тоже. Ну, бригады у нас, так, не сохранилось. У себя тоже и Батова, самого бригадира уже давно нет. И уже сейчас уже не к кому обратиться, потому что уже люди уже в возрасте были. Поэтому мы не могли эти фотографии нигде пока найти. И вот действительно, вот Еманалин также, Роман, он же и так же на Кругле работал, и делал нулевой цикл. И это его бригада работала. И вот прорабник не был, Туфанов Сергей возглавлял эту бригаду. Вот ребята тоже отдыхают, тоже бригада Еманалин. То, что я, конечно, очень сожалею, что у нас нет бригад. Может, где бы найти, но мы, не знаю, посмотрим. Что вот эти две бригады монтажников Велобуева, в переводе Степановича и Григорьева, Сандра Александровича. Но я думаю, должен вам привезти их. Качанова Нина Никаноровна. Так, 26 июля 62-го года я приехала сюда с дипломом штукатуры города Калинина в городском области. Очень обязана за то, что коллектив у нас был хороший, конечно. Я, наверное, строго относилась к ним, требовательно. Но мы дружим до сих пор. У нас не вся бригада, конечно. Так же стало 26 человек у нас. И не вся бригада сейчас у нас. Но 10 человек у нас, которые самые первые в бригаде. Мы до сих пор общаемся, собираемся. То у кого-то на квартире, то где-то. А уж юбилеи всегда где-то в кафе или в ресторане. Мы любим погулять, повеселиться. Обидно, конечно, за то, что не стало у нас. Такой город выстроили. Панельных домов больше кипячных сейчас прибавились. А раньше их было меньше, чем панельных. Вот целый район Варавина. Целый Варавина, Галушина район, панельных домов. Все это мы строили комбинацию. Я хочу поблагодарить Лазарева Анатолия Владимировича, который работал тоже на Варавина 66-го года, монтировал первые дома, был прорабом на монтажном участке. У него была тетрадь, которую он записывал все данные объекты с 63-го года по 2003-й год. И это действительно очень хороший, что как клад какой-то мы нашли, что у нас мы знаем сейчас какие объекты, потому что организация уже давно распалась, с 2007-го года ничего нет. Было смотри, потом ДСК, потом ремонтостроительная фирма. И вот это действительно как находка. Значит, наша ДСК сдала 63 104 квартиры по всей Архангельской области, по Архангельску и по другим районам мы ездили. В том числе 4 203 квартиры на Варавина. Это действительно только крупнопанельное домостроение. Мы кирпичник не строили. Значит, мы еще также сдали 5 котельней, 2 детских садика, один садик на 140 мест, другой садик на 280 мест. Мы также, наши монтажники, была реконструкция Кузнечевского завода, реконструкция нашего завода на Первомайской. Также у нас была ремонтная группа, где мы ремонтировали садики, больницы, 2 больницу, детскую больницу, 2 номер, и 4 больницу. Это действительно, ну, в некоторых садиках нам давали также наши рабочие места. Поэтому это ремонтируют пока до перестройки. Лет 15 мы занимались этим строительством. Потом выполняли еще бытовые услуги. Наша ремонтная группа, значит, выполняли бытовые услуги плотничной работы, малярной работы. Это, значит, содавляло смета. Любой человек из Архангельска, ну, представитель, вернее, железо Архангельска мог прийти в нашу организацию, попросить, что ему нужно сделать, составляла смета. И также все это, как и сказать, мы выполняли. Ну, что мне особенно хочется, как тебе сказать, поблагодарить наших ветеранов, таких старожил, как говорится, которым далеко уже за 80 лет. Это у нас, значит, Зашихин Александр Егорович, ему 95 лет, Ксенофонта Екатерина Евгеньевна работала начальником сметно-договорного отдела, Лазарев Анатолий Владимирович, Ячков Борис Михайлович Плотник, Багрисов Валерий Павлович Плотник. Это все назвало тех, кому далеко-далеко за 80. А также мне хочется вообще всех поздравить домостроительного комбината рабочих и пожелать им всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, счастья, а также крепкой любви от детей и внуков. Такие дела. Так что я, например, горжусь своими, с кем я работала. Я очень благодарна, потому что сейчас кого встретишь, это вот даже лучше, чем с родными, когда встретишься с людьми. Я благодарна всем, низкий всем поклон нашим строителям. И вот что мне хочется сказать, что действительно, вот был раньше клуб строителей, сейчас все переименовали, ГЦК сделали, но мы же построили клуб сами, у нас там наши рабочие отдыхали, ДСК, СМО, 301, 302, 303, все эти СМО, понимаете, сейчас все переименовали. Клуб была улица строителей, сейчас Тесна, но переименовали. Как будто строители вообще не существуют у нас, в городе. Везде, кажется, в каждом городе есть улица строителей. Но вот мы это не очень довольны. Я так очень не довольна. Да? Очень. Так что уж простите нас, но вот так видео. И так что, и так как, и так, и так, и так, и так, и так. Субтитры создавал DimaTorzok